Сегодня открывается 25-й фестиваль «Встреча в России», который проводится в театре-фестивале «Балтийский дом». Это событие очень важно. Важно тем, что русские театры в странах ближнего зарубежья – это центр русской культуры, русского языка, сохранение русских культурных традиций, что, естественно, существенно для общего контекста культурных отношений на пространстве, которое мы когда-то называли постсоветским. Теперь мы стараемся избегать этого, но, тем не менее, это пространство, которое составлял некий Советский Союз. И важно понять, что сегодня значительная часть граждан стран, которые входят в СНГ, стран нового зарубежья, ближнего зарубежья – это молодые люди. У них нет той ностальгической, сентиментальной памяти, которая есть у их родителей, бабушек и дедушек. Это люди, которые родились уже после того, как сам распустился Советский Союз. Именно поэтому очень важно, чтобы в этих театрах, которые работают в странах Содружества, русских театрах, вставили молодые, яркие режиссеры, которые могут разговаривать с молодыми людьми на их языке. Это очень важно. И в этом смысле примечательно, что афиша, которая составлена в 25-м фестивале, при том, что она посвящена Островскому в этом году, 200-летие Островского, она представлена спектаклями, которые поставили достаточно молодые режиссеры. Или совсем молодые, я бы так сказал. Вот сегодняшний спектакль театра Эмили Лермонтова из Алматы, который называется «Снегурочка, точка, не сказка» по Островскому, поставила молодая Полина Недовская, например, ну и так далее. Я не буду называть имена, но ясно совершенно, что сегодня театры, которые работают в СНГ, русские театры в СНГ, это еще и место, где ставят интересные спектакли. Это не просто такая традиционная, достаточно консервативная структура, такой институт, где хранят русский язык и все. Нет, это живое театральное место. И очень важно, что они находятся в очень таком тесном сопряжении с театрами, которые работают на национальных языках, что очень важно. Этот год, это год русского языка в СНГ. И вы знаете, что сейчас идет работа по созданию такой межправительственной организации, ну типа франкофонии, которая будет заниматься продвижением русского языка в мире. Примечательно, что инициативу создания этой организации выдвинул президент Акаев, президент Республики Казахстан. И я думаю, что вот это соединение, 25-й фестиваль встречи в России, куда приехали русские театры, год русского языка, создание организации, которая будет заниматься продвижением русского языка, все это свидетельствует о том, что сегодня идет такой живой и органический процесс, который важен для всех нас. Сегодня это особенно, может быть, важно, потому что год назад мы столкнулись с таким явлением, как попытка отменить русскую культуру. Это довольно смешное дело. Смешное просто потому, что русская культура является неотъемлемой частью культуры мировой, в том числе и европейской культуры. И в этом смысле год этот показал, что отмена русской культуры потерпела выражение. Ее невозможно отменить, ее невозможно изолировать. И то, что сегодня в Петербург приехало такое количество театров, тому свидетельство. И самое последнее. Вчера мы вручили Санкт-Петербургу сертификат, который достоверяет, что Санкт-Петербург в 1923 году является культурной столицей СНГ. Это решение было принято в прошлом году. Примет оно было главами государства в Астане. Каждый год один из городов СНГ становится культурной столицей. Понятно, что Петербург может быть культурной столицей СНГ, культурной столицей России, мира, Европы, чего хотите. Но я думаю, что еще раз подчеркну, что это соединение Петербург, культурная столица СНГ, 25-й фестиваль русских театров в Петербурге, создание новой организации по продвижению русского языка, года русского языка. Все это соединилось в этот прекрасный солнечный день. И я думаю, что у встреч в России еще много-много интересных событий. Я вам удовлетворю. Все желания. Спасибо. А, ваше желание, не удовлетворю. Спасибо. Нет, сейчас еще одну вещь скажу и все. Вообще мы довольно давно обсуждаем возможность помощи русским театрам, прямой помощи русским театрам и на обеспечение их материально-технической базы, и на постановки, и на проведение мастер-классов. Этим успешно очень занимается проведение мастер-классов, формирование постановочных групп, театр-фестиваль «Балтийский дом», который возглавляет Сергей Шук. Но недавно было принято постановление правительства специальное, которое позволяет программе «Русские сезоны» финансировать русские театры за рубежом, в том числе и выделять средства для качественного улучшения их материально-технической базы, что очень важно. Как вы знаете, сейчас не только Россия берет на себя ответственность за финансирование постановок, но и, повторюсь, за реконструкцию и за улучшение базы театров. Сейчас мы ведем переговоры по поводу строительства нового здания театра в Душанбе. Слово, идет такой процесс, который позволит митрополии России помогать русским театрам, не друшая, это очень сложный процесс, потому что все русские театры за рубежом – это институции, но государств новых, не России. Поэтому все эти вещи регулируются разного рода межгосударственными и межправительственными соглашениями, и мы делаем так, чтобы русские театры чувствовали себя комфортно, и их никто не мог обвинить в том, что они являются получателями денег за рубежами на незаконных основаниях, скажем так. Еще раз повторю, процесс помощи русским театрам сегодня поставлен на государственное основу – это очень важно. Спасибо. 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 Спасибо.